У половины пациентов одышка, которая развивается на второй идее болезни. Интоксикация с удовляемостью, заложенностью за грудиной. Кроме того, даже первыми симптомами могут быть искупность сознания. Диагностика, лечение и профилактика коронавируса. Самарские врачи проходят курсы повышения квалификации. Анестезиологам, реаниматологам, например, рассказывают о том, как правильно протезировать дыхательные пути, оказывать респираторную поддержку пациентам с вирусной пневмонией. Как лечить людей с сердечно-сосудистой патологией на фоне коронавирусной инфекции, объясняют кардиологам. Также медики узнают, как обезопасить себя, как правильно надевать защитные костюмы, маски и перчатки, и как потом их утилизировать. Обучение идет в дистанционном режиме, в свободное от работы время. Каждый обучающий курс длится 36 часов. Данное обучение позволило глубже изучить эпидемиологию, клинику, методы диагностики, лечения, тактику ведения пациента и обязательно профилактику заболевания. Вот это вот основное, что глубже дало информацию. Я думаю, что врачи всех специальностей должны пройти это обучение. В Самарской области уже прошли обучение 72 врача и еще 600 пройдут. На случай ухудшения эпидемиологической обстановки сам ГМУ сформировал кадровый резерв из профессорского преподавательского состава. Это почти 220 человек. В Самаре используют уже накопленный опыт заграничных коллег. Информация о лечении заболевания постоянно обновляется. Сейчас специалисты разработали уже пятую версию по повышению квалификации медицинского персонала. Информация, появляющаяся по этому заболеванию, она постоянно меняется. У нас есть опыт мировой. Италия, Китай первый, который начал, скажем, и так далее. У нас опыт есть собственный, потому что на территории Самарской области, как известно, организованы уже инфекционные больницы, шестая под ковид больница, середально перепрофилирована клиническая областная больница. Поэтому, конечно, мы все взаимодействуем, мы общаемся, мы обмениваемся. После обучения врачи проходят тесты на усвоение материала. Если они их не сдают, их отправляют на повторное обучение. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.